Это последний раз, здесь мы слышим о тайне. Но в ситуации, о которой говорит Павел, он последний раз упоминает тайну. Это тот пункт, та точка, где время, или век языческой церкви закончен, время исполнилось. Пятнадцатая глава, тридцать пятый стих. Я не хочу так рано начинать. Начнем с пятидесятого стиха лучше. Потому что с тридцать пятого стиха Павел говорит о различных видах тел. Есть один вид плоти, у птиц одна плоть, у рыбы также другой вид плоти, у людей, у человеческих существ, у них тоже другой род плоти, у коров другой вид плоти и так далее и тому подобное. У земли тоже такого подобного род тела, и звезды, у них также такой определенный вид тел. Мы немного об этом знаем, но когда вещи какие-то падают с неба, тогда их материал, вещество различается от материала на земле, и есть различные виды тел существуют, и разные материи, материалы. И читаем теперь пятидесятый стих. Первый коринфянам 15, 50. Вот что я скажу вам, братья, что плод и кровь не могут наследовать Царство Божье, и тление не наследует нетление. Итак, сейчас мы смотрим на Царство Божье, на Царство Небесное, и Бог говорит, что ты не можешь войти на небо, войти туда, со своим физическим телом. Аминь. И это просто заставляет меня взять другую часть, во-первых, первой. Давайте откроем Иоанна 14 глава. Я еще вернусь к этому. Но давайте просто откроем Иоанна 14. Одна из причин, почему Иисус пошел, мы читаем во втором стихе здесь. Иоанна 14, 2. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И это имеет отношение не только к дому на небе, это имеет отношение, это связано с новой твоей палаткой, с новой твоей скиней. Если ты откроешь 2 Коринфянам, 5 глава, 5 глава, 1 стих, 2 Коринфянам, «Ибо мы знаем, что когда наш земной дом, это хижина в английской, палатка, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». 2 Коринфянам 5.1 «Ибо оттого мы и воздыхаем, стынаем, очень сильно желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, которые находятся в этой палатке, в этой хижине, воздыхаем, стынаем под бременем, не потому, что мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное могло быть поглощено жизнью». Теперь здесь говорится о палатке, в которой мы живем, хижина, палатка. Мы живем сейчас в земной палатке, но мы ожидаем небесной палатки, небесной хижины, чтобы нам одеться в нее, облечься. И это то, что говорит Иисус, что Он подготовит новый дом, новую хижину, или палатку для нас. И об этом говорит Павел в 15 главе, если ты вернешься туда. 55 стих. «Смотри, я говорю тебе тайну». Это будет последний раз, когда ты слышишь о тайне в твоей жизни, когда ты переживаешь это, переживешь это. «Мы не умрем все, но мы все изменимся». 1 Коринфянам 15, 51. 52 стих. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо труба зазвучит, и мертвые воскресут нетленными, и мы изменимся». наше тело изменится, потому что в том теле, в котором ты находишься сейчас, в нем ты не можешь войти в небо. «Если ты пройдешь больше, чем 10 тысяч метров туда вверх, на небо, твое тело умрет из-за недостатка кислорода». Итак, если ты хочешь пойти на небо, тебе надо измениться. И Павел говорит, «Ты знаешь, если ты умрешь, ты пойдешь на небо». Но мы не все умрем, но мы все изменимся за мгновение ока. Придет такой момент, когда время язычников закончится, и тогда произойдет одна такая внезапная вещь, и ты нуждаешься в новом теле, чтобы это произошло в твоей жизни. Давайте пару минут поизучаем это тело. Если, я думаю, это было где-то Матфея, 17 глава. Матфея, 17, говорит, «По прошествии дней шести делал Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брат его, и возвел их на гору высокую один, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Матфея, 17, 1, 2. Теперь, там они увидели Иисуса в Его славе, который Он имел до того, как Он пришел на эту землю, и который Он имеет сейчас, после того, как Он был на земле. И то, что они увидели, это было видение Его тела после Его воскресения из мертвых. Иисус, Он родился первым, как начаток, как первый плод из смерти в жизни, и Его душа была спасена, и даже Его тело было спасено и изменилось в славе, сразу же, угу. Иисус пошел к Отцу, чтобы подготовить такое тело для тебя и для меня. Итак, у нас есть палатка, которая ожидает нас, хижина. Если ты открываешь Филиппийцам 3, 20, ты увидишь там об этом. Филиппийцам 3, 20. Ибо наше гражданство на небе, откуда мы также очень сильно ожидаем нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, который преобразит наше уничиженное тело так, что оно будет сообразно славному телу Его. Силой, которой Он действует, способен действовать и покорять тебе все, все вещи. Аллелуя. Наше жительство и наше гражданство на небесах, и мы ожидаем с неба Иисуса Христа, который преобразит, изменит наши тела так, чтобы наше тело стало подобным Его телу. Это очень так славно. Аллелуя. Открывай Колоссянам 3, 4. Аллелуя. Колоссянам 3, 4 говорит. Колоссянам 3, 3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, поэтому умертвите ваши земные члены, блудни чистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. То, что говорит здесь Павел, то, что когда Иисус появится, явится, тогда мы явимся с Ним с такими же телами, которые Он имеет. Только пожуйте это немножко сейчас. и открывайте 1 Иоанна 3, 2. 1 Иоанна 3, 2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, чем мы будем. То есть, мы спасены в Своем Духе, мы работаем над Своим спасением в Душе, через обновление нашего ума, но мы еще не видели спасение наших тел. Это то, о чем я говорю сейчас. Когда твое тело будет спасено и преобразовано, когда оно изменится таким же образом, каким твой Дух уже преобразован из-под власти и силы Тьмы в силу или власть Света, Халлелуйя! Итак, будет изменение, перемена в теле. Халлелуйя! Слава Богу! И когда Он откроется, мы будем такими, как Он, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3, 2. Халлелуйя! Итак, придет то время, когда Он покажет себя самого Тебе в Своем прославленном теле. И в следующий момент, когда ты взглянешь на Себя, ты будешь выглядеть так же, как Он. За мгновение ока. Халлелуйя! Халлелуйя! Это звучит, как будто сказки. Я могу видеть это на ваших лицах. Но это не сказки. Это истина, это правда. И ты должен знать об этом, чтобы иметь надежду Его славы, чтобы ты очищал себя, потому что грех, он не может этого иметь. Но когда ты живешь в Боге чистым и святым, тогда ты готов для этого, чтобы это произошло с тобой. Подумай об этом. О, ты все время смотришь там наверх, глядываешь. О, когда же Он вернется? О, вон Он идет! И ты видишь свою руку, и она сияет. И ты смотришь на свое тело, и оно все, как свет. Оно сияет. То же, как Иисус, когда Он был на горе Преображения. Не чудесно ли это, разве? И теперь существует причина, причина для тебя, почему тебя переживать это надо будет. Я сказал, что плод и кровь не могут войти в Царство Божье или войти на небо. Я хочу показать вам что-то еще. 1 Коринфянам 4 глава. Из слова 1 Коринфянам, я подразумевал 1 Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам 4 и 16. Потому что Господь Сам сойдет с неба при гласе, при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей. И мертвые во Христе воскреснут прежде, первыми. Потом мы, которые, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, чтобы встретить Господа на воздухе. Ты видишь это? Господь сойдет с неба при возвещении при гласе Архангела и трубы Божьей. И мертвые во Христе я воскресну прежде. 1 Фессалоникийцам 4, 16. И потом мы, которые остались в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, чтобы встретить Господа на воздухе. Это произойдет, это случится в конце века церкви. Это будет последней частью тайны Христовой мистерии. Это будет завершением времени благодати для языческих народов, для язычников. Потому что после этого, после этого времени, Бог будет продолжать и будет исполнять, будет заниматься еврейским народом. Но произойдет такая вещь, которая будет такой странной и отличающейся, что верующие во Христе, верующие язычники во Христе, и, конечно же, все евреи, которые верят в Мессию, также, все верующие во Христе Иисусе, они будут подняты в воздух. И в тот же самый момент, когда они будут подниматься, они изменятся за мгновение ока и они примут, получат спасение тела, которого мы ожидаем в надежде. Это единственная вещь в спасении, которую мы еще не получили. Мы до сих пор ожидаем этого. И когда такое произойдет, Бог поднимет Свой народ, Свою церковь, чтобы мы пришли и были с Ним на небе до тех пор, пока Он не возвратится. Потому что когда Он вернется, мы будем вместе с Ним в таких же телах, которые Он имеет. Халлелуя! Слава Богу! Мы увидим это больше, когда мы будем говорить о возвращении Иисуса Христа. Халлелуя! Слава Богу! Разве это не здорово? Есть такая вещь, которая называется восхищение. Аминь! Восхищение церкви. И это есть конец того времени, которое было между, которое было в промежутке между стихами 26 и 27 в 9 главе Даниила. И когда такое произойдет, случится последняя неделя, годовая неделя будет продолжаться 70-я неделя из Даниила перед возвращением Мессии. Халлелуя! Халлелуя! Слава Богу! И если продолжим читать в 5 главе, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, 1 Силанкиица 5, 1, 2, ибо вы сами достоверно в совершенстве знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо, когда они будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Они не избегнут, но вы, братья, и они не избегнут, но вы, братья. Посмотрите на это. День Господень приходит, как вор ночью, ибо, когда они будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно погибель постигнет их, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве. Здесь говорится о скорби, но вы, братья, вы не находитесь во тьме, чтобы этот день застал, настиг вас, как вор. Вор приходит к людям, которые живут во тьме, потому что они спят в тьме, в темноте, и они говорят, «А, так, все хорошо. А, все хорошо. Все хорошо». И они не знают, когда вор придет, но он придет на них, как день скорби для женщины в родовых муках. Но вы, братья, вы не живете во тьме, чтобы день настиг вас, как вор. Потому что вы не говорите Вы, когда бодрствуете, вы же не храпите. Вы все сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, поэтому не будем же спать, как другие спят. Но будем бодрствовать, наблюдать и трезвиться. Девятый стих. Потому что Бог не определил нас на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите это? Библия говорит, что вы не определены для гнева. Вы не определены для того, что придет как скорбь на женщину, которая в родовых муках. Вы не определены для гнева, который сойдет на эту землю, как суд над теми, которые спят, потому что вы не спите. Посмотрите на меня. Вы же не спите. Вы бодрствуете. Итак, этот день не может сойти на вас, как вор. Но вы избежите. Халлелуйя. 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 Восхищение, оно происходит, потому что вы бодрствуете, и день гнева тогда не сойдет на вас. Я хочу сказать вам это, потому что некоторые люди говорят, что церковь, она также будет вовлечена во время скорби. И Библия говорит, нет, вы не определены на гнев. Грешники, они определены. Вы здесь? Если вы откроете Матфея 24. Матфея 24, 26 стих. 37 стих. Но как было во дне Ноя, так же будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24, 37. Ибо как во дни перед потопом они ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И даже и не знали, и не думали, пока не пришел, а Тоб и не истребил их всех. Так же будет и в пришествии Сына Человеческого. И то, что вы видите здесь, что во времена Ноя был день суда, который пришел на этот мир. Правильно? Потому что грех этого мира был таким сильным. И Бог проговорил Ною, построй ковчег. А люди, они женились, работали, зарабатывали деньги, всякого такого рода вещи. Но Ноя строил ковчег. Вы здесь? И он и его праведная семья они вошли в этот ковчег перед тем, как пришел суд. И пришел потоп. И ковчег поднялся над всем этим судом. И земля была судима, осуждена. И когда Ноя и его семья вернулись, они начали что-то новое. Они не были в этом суде. Здесь ли вы? Таким же образом это будет во время последних дней. Другое местописание также говорит, как это было во время Лота, когда он жил, Лот жил в Содоме и Гоморре. Бог провозгласил суд над этими городами, но Бог послал своих ангелов, чтобы они вывели Лота и его семью из того города, из-под того суда. Здесь ли вы? Аминь. И когда он вывел Лота из города сюда, тогда огонь не спал на города. Город был разрушен, но праведная семья была выведена из-под суда до суда, перед судом. И так же будет в последние дни. Аминь. И точно так же вы не определены на гнев. Бог предопределил суд над землей, день отомщения. Но Он выводит вас из-под этого суда, потому что вы во Христе и не попадаете под этот суд. Здесь ли вы? Ты можешь сказать «Халлилуйя»? «Халлилуйя»! 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 Шлем и всякую амуницию и ружья подготавливать к скорби, чтобы как бы пройти через это. Потому что вы не определены на это. И тебе не надо кушать консервы. Ты будешь кушать, будешь на банкете, на небесах. Там все будет свежим. «Халлилуйя»! «Халлилуйя»! «Глава Богу»! Давайте продолжим второе послание фессалоникийцам. «Я знал, что иногда вы будете просыпаться». «Халлилуйя»! И теперь во второй главе 2-й Фессалоникийцам, 2-я глава «Братья, о пришествии Господа нашего Су Христа и нашем собрании к Нему». Здесь Павел говорит и Библия всегда говорит во-первых, о важной вещи. Как, например, Батрия 3.15. «Стена женщины раздавит голову змея». А это важная вещь. Правильно? Но потом говорится, что змей ужалит его в пятку, в пяту. Он говорит это в конце, последнем, но это должно прийти первым, будет первым, потому что раздавленная голова не может жалить пятку, поэтому он должен был сделать это первым. Вы здесь? Но важная вещь упоминается первой, даже если она идет и последней. Слова. То же самое здесь. Важная вещь такова, что Иисус вернется. Мессия грядет, возвращается. Итак, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа, а это важная вещь, и нашего собрания к Нему. Это что-то еще. Здесь Он говорит о двух вещах. Во-первых, первая важная вещь, это пришествие Мессии. Иисус возвращается для Дня Отмщения, и чтобы также восстановить Царство Мессии, тысячелетие, тысячелетие Царства. Аллилуйя. Но есть собрание нас к Нему. Во-первых, первым, даже если здесь это упоминается последним, потому что это не самая важная вещь. Здесь ли Вы? Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, я прошу Вас не спешить колебаться умом и смущаться не от Духа, не от Слова, не от Послания, как бы от нас, как будто бы наступает уже День Христов, как будто Он уже пришел. Пусть никто не обольщает Вас никак, никакими средствами, ибо тот день не придет. Какой день? Тот важный день возвращения Мессии, Мессия, 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 Тот день не придет, доколе не придет прежде отступления, от падения, и не откроется человек греха, сын погибели. Мессия, 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 Итак, мы ожидаем возвращения Мессии, но тот день не придет до тех пор, пока вначале придет отступление, от падения, и человек греха, этот человек погибели, это тот человек, которого мы называем антихрист, это тот человек, это тот князь, который должен был прийти, Даниил 9,27, тот, который заключит завет с израильским народом, аминь, антихрист, А как я знаю, что это антихрист? Потому что четвертый стих говорит, он противится и привозносится выше всего, что называется Бог, или чему поклоняются святыни, так что в храме Божьем он сядет, выдавая себя за Бога. То есть, это та картина, которую дает Старый Завет о том человеке, которого мы называем антихрист. Шестой стих говорит, и теперь, сейчас вы знаете, что его удерживает, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна бездокония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И вы знаете, есть что-то, что удерживает его, так что он не может явиться, не может показать себя. Он не может открыться до тех пор, пока не придет его время. и вы знаете, что удерживает его время. Некоторые люди говорят, Святой Дух, но это не Святой Дух. Святой Дух, он будет в действии и после этого времени, потому что люди будут спасаться во время скорби, великой скорби, и чтобы спастись, тебе нужен Святой Дух. Аминь. Итак, это не Святой Дух. И чтобы прояснить это, я бы хотел сказать, это век церкви. Просто помните, Даниила 9, есть время евреев, 490 лет, 483 года завершились, когда Мессия был убит, и спустя 40 лет Иерусалим был разрушен. И тогда 9 глава 27 стих Даниила говорит, что человек, тот человек заключит завет с евреями, но то время еще не пришло. Мы все еще находимся в том времени, которое лежит между теми стихами, в промежутке. И этот промежуток, это место между стихами, которое, как выявилось, почти 2000 лет, это есть то время, которое удерживает время 27 стиха. Время Антихриста оно еще не здесь. До тех пор, пока не закончится время тайны. И это время еще не закончилось. Вы знаете, почему? Вы знаете, почему оно еще не закончилось? Хорошо. А откуда вы знаете, что полнота еще не пришла? Вы посчитали, что ли? Я знаю истинное знамение, знак, что время этого человека погибели еще не пришло сюда. Иерусалим еще попирается язычникам. Да, хорошо. что? И мы знаем, что мы еще во время язычников. Но я хочу дать вам истинное такое настоящее, очень-очень такое истинное знамение. Потому что кто из вас не был в Иерусалиме? Кто не был? Итак, вы даже не знаете, есть ли вообще какой-то Иерусалим там? Вы только слышали об этом. Я могу дать вам знамение, знак, о котором вы что-то знаете. Церковь еще здесь. Поэтому мы до сих пор все еще находимся во времени церкви и время последней недели Даниила не может прийти, пока время церкви не закончится. Вы видите это? Это очень просто. Тот, который удерживает, он будет удерживать до тех пор, пока он уже дальше не будет удерживать. И тогда человек погибел изможет прийти, потому что тогда у него есть время. И тогда мы находимся в 27-м стихе 9-й главы Даниила. И его время тогда пришло. 7-й стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии». 2-й Салоникит 1-й 2-7. Мы знаем это. Мы знаем все дела мафии в России. Мы знаем все дела New Age. Мы знаем все дела дьявола, дух антихриста. Мы знаем все дела это сопротивление, которое идет против Израиля и евреев. Как Сатана даже недавно пытался уничтожить всю еврейскую расу. Мы знаем, что эти принципы уже в действии, но человек, в которого вселится этот дух, его информация, он не может открыться, не может открыть себя до тех пор, пока не придет его время. И до тех пор, пока мы здесь, мы будем сопротивляться, противостоять этому духу. Мы будем противостоять антихристу. Некоторые люди думают о восхищении, что мир, он просто умирает, просто подождем восхищения. И они ничего не делают. Но это лже-доктрина, лже-учение. Бог говорит до тех пор, пока вы здесь, я приказываю, повелеваю вам, быть солью земли, светом миру, и пусть ваш свет светит, сияет, и держите тьму снаружи. Удерживайте. Это ваша обязанность. До тех пор, пока вы здесь на этой земле, вы должны сопротивляться, противостоять дьяволу, противостоять духу антихриста, противостоять духу антисемицизма, противостоять дьяволу во имя Иисуса. И до тех пор, пока мы здесь, мы не принимаем ничего, что приходит от дьявола. Мы имеем власть, силу освобождать и связывать. И Бог повелевает, приказывает нам, использует эту власть и противостоять дьяволу, и тогда он должен убежать. Ты можешь держать свою нацию свободной, свободной от духа антихриста. Ты можешь хранить, держать свой народ верующим. Ты можешь быть солью этой земли и удерживать от погибли, от разрешения до тех пор, пока ты здесь. Это твоя обязанность как церковь Божья. Ты должен противостоять делам дьявола в этом мире. Аминь. Халлелуйя. Ты должен удерживать его и не принимай ничего. И знаете, некоторые люди говорят, мы не должны молиться против общего рынка, потому что Бог сказал, что это придет. Да, истина. Но Бог всегда говорил так же, будьте солью сопротивляйтесь, противостоять дьяволу. Даже если Бог сказал, что это придет, Он также сказал, что тебе надо противостоять этому и не принимать этого, только потому что Бог так сказал. Бог сказал Ною, я решил погубить Линевию. разрушить их. Это был Иона. тогда Бог дал Ионе очутиться там в рюхе у этой рыбы, потому что он был непослушным. И Иона покаялся и пошел Ниневию, проповедовал им и спас их на еще сто лет. Он противостоял погибели Ниневи и потом спустят Иона. Ты должен спасти их от погибели. Но когда ты уйдешь, они будут разрушены. Уничтожены вы здесь. Это хорошая картина о церкви, которая не убегает прочь в непослушании, которая является солью земли. Халлелуя! Слава Богу! Слава Богу! Халлелуя! Но когда церковь, когда тот который держит то, что удерживает, когда она будет взята, убрана, тогда придет время Антихриста, потому что не будет никого здесь, кто бы сопротивлялся Ему, противостоял. И тогда Иисус после этого придет и разрушит, погубит Его, уничтожит. Спустя семь лет. Аминь! Халлелуя! Халлелуя! Итак, вы видите это? Иисус придет, возвращается. Но Он не может прийти до тех пор, пока не придет Антихрист. А Антихрист не может прийти до тех пор, пока церковь не уйдет, потому что время церкви должно пройти перед тем, как придет время Антихриста. И весь народ сказал Аминь! 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 Аллелуя! Бог да благословит вас! Встаем! Я хочу просто поблагодарить вас за то, чтобы в течение тех дней, в которых я был с вами, вы с таким желанием прославляли Бога. Вчера я думал, что вы просто сейчас мои уши полностью разрушите. И это чудесно! Это здорово! Потому что в Псалме в 21 3 стихе мы читаем, что «Ты свят! И святой Бог, Его престол стоит на словословиях Израиля. Итак, престол или трон Божий стоит на хвале Его народа. И когда ты славишь Бога так, как ты делал на этой неделе, особенно на вечерних собраниях, тогда сила Божья она строит свой престол на этом месте в русской Библии Псалом 21 4 и этим он получает возможность восполнить нужды людей очень особенным образом. Итак, большое вам спасибо за то, что вы так желали возносить, возвышать Бога, хвале, и поклоняться Ему от всего Своего сердца, от всей силы, чтобы Его имя могло быть прославлено посреди нас. Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу поблагодарить вас. Выглядит так, как будто вы думаете, это же какое-то безумие, сумасшедшее, но мы хотим же благодарить Бога. Но я хочу поблагодарить вас за то, что вы желали открыть свое сердце к славословию Бога и с желанием входить в Его присутствие, с благодарением. Аллилуйя! Аллилуйя! И таким образом вы делали на этой неделе, вы всегда желали входить туда. И каждый раз, когда вы это делаете, Его сила будет освобождена, чтобы восполнять нужды людей. Аллилуйя! Слава Богу! Потому что где бы вы двое или трое из вас, где бы вы не были собраны во имя Иисуса, там Он находится посреди нас. И вы не смотрите на проповедника, и вы не смотрите на человека, но вы смотрите на Иисуса, прославляете Его, и Он всегда будет делать то, что Он хочет делать, когда хвала Ему звучит так, как она звучала на этой неделе. Благословляю вас! Давайте продолжим с нашим учением. Вы устали? У вас была хорошая неделя? У меня была хорошая неделя. Аллилуйя! Слава Богу! Я ищу свои заметки. Итак, давайте откроем Даниила, 9 глава. И позвольте мне просто скомбинировать сейчас вчерашний день и сегодняшний. Книга Даниила, 9 глава. Она очень важна для тебя, если ты хочешь понимать последние времена. И когда вы поймете, чему я учусь здесь из 9 главы, тогда у вас есть структура, чтобы вы были способны также понять и учение Нового Завета о последнем времени. И это причина, почему я так много учил и Старого Завета, и о Старом Завете. Ты должен иметь Старый Завет как фундамент твоего чтения Нового Завета, иначе ты будешь в смущении, в конфузии. если мы не понимаем всего, что касается мест Писания о последнем времени, я не говорю, что я понимаю все. Могут быть такие вопросы, на которые, может быть, я не смогу ответить. Но я не скажу вам, что это за вопросы. Но есть такие вопросы. до тех пор, пока вы не выяснили их, не нашли их, я рад. Но когда вы учитесь, когда вы изучаете этот фундамент для учения, вы просто примете эту структуру, в которую вы потом сможете как бы вставлять учение. И это все будет так вместе составляться, подходить друг к другу. даже те части, которые ты еще не понимаешь, они не разрушат свой взгляд на последнее время. Но такова была проблема 20 лет назад. Я читал некоторые книги о последнем времени, и в каждой книге была какая-то недостающая часть, и эта недостающая часть всегда разрушала, превращала в разваленный все, целиком, все то, что было там написано. И следующая книга, которую я читал, она говорила еще что-то, что-то другое. И при этом я должен был просто выбросить первую книгу, и пока я читал теперь эту книгу, вторую книгу, о, вот эта вот вещь, вот эта. Но там была тоже недостающая часть, чего-то не хватало. И, вы знаете, вот эта недостающая часть, она сокрушала всю книгу, разбивала все, разрушала. И так я нашел третью книгу тогда. Но тогда мне нужно было выбросить эти две остальные книги. И в конце я выкинул все эти книги. И тогда я раньше был лютеранским священником, поэтому я был хорошо образован. Я изучал теологию, богословие. И одна из вещей, которые я изучал, это была эсхатология. Это значит доктрина о последнем времени, учение о последнем времени. эсхатология. И, вы знаете, эти теологические изучения, они просто разбивали меня, превращали меня в развалины. Они забирали от меня всю эту веру в Слово Божье относительно последних дней. Итак, книга Даниила, я пообещал просто себе, никогда не буду читать опять эту книгу. И книга Откровенец. Я пообещал себя, никогда не буду пытаться даже понять ее. Я буду жить сегодня. Этого достаточно для меня. Я люблю Иисуса, и Он такой хороший для меня, Он благой ко мне. И теперь, если есть небо, я буду счастлив. Ну, если бы его не было, я бы не был удивлен. это такая, знаете, очень сильная духовная жизнь. Но тогда потом Бог дал мне учение из Своего Духа. Это не что-то, что я сам выяснил, потому что я читал литературу после этого, и я выяснил, что другие люди, они видели те же самые вещи. Точно так же, как Павел, вы знаете, он принял, получил Евангелие прямо, непосредственно от Иисуса. Но он пошел к Петру и к Якову и ко всем остальным апостолам, чтобы проверить свое учение, было ли оно согласно с тем, что те имели, которые были с Иисусом, при Мороколствею. И это было так, в согласии. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Итак, Бог сказал мне, это было примерно в 1987 году, начинай читать книгу Откровения. И я помню, я сидел в ванной, да? И Бог сказал, знаете, Он всегда говорит с тобой в ванной или в туалете, когда ты в ванной, например, принимаешь душ. А это то, когда ты расслабляешься, ты можешь слышать его. И так Бог сказал мне, читай книгу Откровения. Я сказал, нет, никогда этого не сделаю. Я не понимаю ее. Я не хочу понять ее даже. Я почитаю другие книги. Нет, нет, я не хочу читать книгу Откровения. Вы знаете, что я себе пообещал. Ты можешь просто однажды, один раз прочитать ее. Нет. Ну, только один раз. Ну, хорошо. Окей, только один раз. Только один раз. Итак, я прочитал ее один раз, перечитал. Я потом закрыл книгу и сказал, хорошо, хорошо, ты удовлетворен. И, может быть, спустя полгода, он сказал, читай книгу Откровения. я уже ее один раз прочитал. Но прочитай ее еще раз. Я не хочу. Но только один раз. Окей. Итак, я прочитал ее один раз. Удовлетворен? Но он продолжал. И он заставлял меня читать ее пару раз. И потом я почувствовал, как Откровения начали течь. И я хотел увидеть, что же Бог давал там. И так это началось. И теперь... И в то время он сказал мне, ты будешь учить от книги Откровения. Я сказал, никаким образом. Это дьявол. Но сейчас я учу о книге Откровения. У меня есть такая тема в библейской школе, моя тема, книга Откровения. Бог есть Бог чудес. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, позвольте мне просто дать вам то, что я получил. Аминь. Данил, 9 глава. С 24 стиха до 26. 77. 27 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь недель и шестьдесят две недели, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении шестидесяти двух недель предан будет смерти Христос, но не за себя, а город и святилище разрушены будут народом вождя или князя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Даниила 9, 24, 25, 26. Вы видели здесь 490 лет определенных для народа еврейского Иерусалима. И до 26 стиха мы видим 483 года, как они исполняются. 483 года. И тогда Мессия был убит, и Иерусалим был разрушен. Мы знаем, что Иерусалим был разрушен в 70-м году после Христа. Это оставляет нам одну неделю, то есть 7 лет, которая до сих пор еще не исполнилась, но ожидает своего исполнения. Правильно? И эта неделя, она появляется в 27-м стихе. Тогда Антихрист заключит завет с многими на одну неделю, но в середине этой недели, в середине этой недели прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Теперь эта неделя, она еще не произошла, не случилась, но вчера вы узнали, вы изучали, что мы, как церковь, как церковь язычников, мы сокрыты, или находимся между 26-м и 27-м стихами. Мы здесь невидимы, нас не видно здесь, но мы знаем, что есть это место, промежуток, примерно 2000 лет между этими стихами, 26-27. И это есть тайна Христова, о которой проповедовал Павел, возможность для всего языческого мира принять участие в наследии семени Авраамова. И мы не замещаем, не заменяем народ Божий, иудеев, евреев, но благодатью, через веру, мы присоединяемся вместе с ними, к ним. Во-первых, евреи, потом язычники, в наследстве благословений Авраама. Халлелуя! И по этой причине мы читаем Галатам 3, 14. Если ты откроешь это. 3, 13. Галатам 3, 13. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «Проклят всякий, висящий на дереве». Он сделал это, чтобы благословение Авраамова могло прийти и на язычников Бога Христе Иисусе, чтобы также и мы смогли получить обетование Духа через веру. Халлелуя! Халлелуя! Одна из целей для чего он висел на кресте это было для того, чтобы взять проклятие закона. От евреев взять это проклятие. Потому что проклятие закона это в действительности это слово к евреям, к народу Божьему, народу израильскому. Иисус сдал проклятие, которое было на них, чтобы мы, язычники, смогли принять участие в обетованиях. И мы принимаем это через наполнение Святым Духом. Все благословения от Бога приходят через Святой Дух. Это Он, который творит, создает всю реальность спасения в нашей жизни. Аминь! Халлелуя! В наших сердцах мы верим, что Иисус воскрес из мертвых. И это дает нам право праведность праведность принимать. Но мы еще не приняли этого до тех пор, пока мы не сделаем эту веру реальностью в нашем физическом мире через исповедание наших уст. исповедав Иисуса своим Господом. И тогда, когда мы провозгласили Иисуса своим Господом вместо дьявола, тогда Бог получил праведность праведность. Тогда Бог дает праведность чтобы прийти к Тебе, и Он пришел как мощный ураганный ветер. И там был свет в Твоем сердце. Халлилуйя. И все благословения Христовы, все небесные благословения, которые мы приняли через Иисуса Христа, они стали частью Твоего сердца, они были вложены туда через Святой Дух. Он имел это с Собой, принес, когда Он пришел. Халлилуйя. Халлилуйя. И через веру исповедание Твоих уст и Твои действия, поступки. Все эти благословения реализуются в Твою жизнь, в душе и в теле. Халлилуйя. Слава Богу. Вы здесь? Разве это не здорово? Халлилуйя. Аминь. Халлилуйя. Слава Богу. Слава, 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 слава. Ау. Итак, давайте сейчас откроем книгу Откровения. И здесь идет ключ к Твоему пониманию книги Откровения. В первой главе девятнадцатом стихе. Книга Откровения она написана Иоанном, Иоанном, возлюбленным учеником Иисуса. Тот же самый Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна и также три послания Иоанна в конце первого века, приблизительно в девяностоятятом году, после Христа. И девятнадцатый стих, Откровение 1,19. Итак, запиши те вещи, которые ты видел, и также те вещи, которые есть, которые сейчас есть, и также те вещи, которые произойдут после этого. И здесь ты находишь три разных части, о которых ему было повелено написать. Те вещи, которые ты видел, какие же вещи он видел? Да, но в первой главе он видит Откровение Иисуса в Его славе. Это первый раз, когда мы имеем Откровение об Иисусе на небесах в славе. Когда ты читаешь Евангелие, ты видишь все с земли, на земле. И когда мы читаем Матфея, Марка, Луки и Иоанна, эти Евангелия, тогда мы знаем через это Слово, что Иисус был поднят, вознесен, Он оставил землю, и Он был посажен по правой руке Отца на небе, на Своем престоле. Но Он был взят, и там было облако, и они уже дальше Его потом не видели. Они просто приняли ту информацию, что Он был посажен на престол по правой руке Отца. Но там было облако, и как будто оно Его взяло. Это как самолет. Летит самолет, и когда облака, ты видишь, как будто этот самолет, как будто Он исчезает в облаке, растворяется. И это такое же описание было Иисусу, как Он восходил туда наверх к Отцу, и облако взяло Его, убрало Его, и они уже не могли Его видеть. Итак, никто в действительности, в реальности не имел откровения о Нем, как Он там на небесах. И здесь первое откровение об Иисусе Христе по праву руку Отца. Когда Он описывается здесь в Его славе, Аминь. Халлелуя. Двенадцатый стих. Я повернулся, чтобы увидеть, чей голос говорил со мной. И, обратившись, я увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому. облеченного в падир и по перстям обоясанного золотым поясом. Его голова и его волосы были белые, как белая волна, белый, как снег, и глаза его, как пламя огненный. Его ноги подобны Халлелуя, как раскаленные печи, и голос его, как шум многих вод. Он держал в правой руке свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его было, как солнце, сияющее в силе своей. Здесь, в Эстонии, вы даже и не видели, как солнце, как солнце сияет в своей силе, потому что вы видите солнце. Вы знаете, ты можешь посмотреть наверх, взглянуть и увидеть солнце, и ты говоришь, чудесная погода сегодня. Я вижу, как солнце сияет, и выглядит так красиво, но когда солнце сияет в своей силе, тебе надо опуститься куда-то туда, в центр земли. Тебе надо куда-то в область мира, туда, к экватору, например, в Африку, где солнце стоит в своем пике, тогда ты не смотришь на солнце туда, там. Если посмотришь, глаза твои просто сгорят, ожог получишь, и ты не видишь солнца, потому что оно слишком ярко, когда солнце сияет в своей силе. Ты не можешь во всем этом свете даже узнать солнце, увидеть его там, потому что половина неба, оно как светильник, невозможно видеть солнце, потому что там все слишком белое. Ты должен подумать об этом, когда ты думаешь о лице Иисуса. Он не такой улыбающийся сын, улыбающийся солнце, извините, такая желтенькая штучка. А это не Иисус. Невозможно даже посмотреть в его глаза, потому что все его лицо сияет так сильно, и его глаза, они были как пламя огня. халлелуя, 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 слава Богу. И это есть откровение об Иисусе, о таком Иисусе. И это то, каков Он сейчас. Перестань думать об Иисусе как о человеке, который ходил по земле. А Он был такой человек, который ходил по земле, но сейчас Он прославленный Иисус Христос, Мессия, Царь царей и Господь господствующих, сияющий, как солнце в Его силе и ожидающий Своего возвращения, чтобы утвердить Своё царство. И Он, Царь, который стоит рядом с Тобой и живёт в Тебе через Свой Святой Дух. Халлелуя! Слава Богу! Это самая первая вещь, которую Он должен был написать. И вторая вещь, которую Он должен был написать, запишите вещи, которые есть. Откровение 1,19. И те вещи, которые есть, если ты подумаешь, 9 глава Даниила, те вещи, которые есть, это этот промежуток между 26 и 27 стихами. Те вещи, которые есть, это век церкви. Аминь? Мы находимся прямо сейчас в веке церкви. Мы прямо сейчас находимся в этом промежутке между 26 и 27 стихами, где 25 стих уже закончился, 26 так же, а 27 еще не прибыл, не начался. Мы находимся, мы есть в это время между ними. Аминь? И это причина, почему мы во 2 и 3 главе читаем о семи церквях Азии. Это написано для того времени, которое прямо сейчас. Халилюя! Слава Богу! И все послания к этим церквям, они написаны таким же образом, как Павел писал церквям. Церкви в Коринфе, церкви в Риме и церкви в Ефесе. Итак, эти послания к этим церквям, ты можешь читать их таким же образом, тебе не надо читать пророчества о последнем времени в этих церквях, в смысле, больше, чем ты находишь это в послании к Ефесянам, или Колосянам, или Филиппийцам, или Фессалоникийцам. Есть, существуют пророчества о последнем времени там, но иногда люди пытаются найти, вы знаете, различные времена в этих церквях. И это, ну, все нормально, если ты хочешь этого делать, но он пишет церквям ассийским в свое время, в его время. Иоанн пишет. Аминь. И здесь ты можешь найти все эти церкви, вторая глава и третья глава. И тогда, если ты вернешься в 1.19, откровение 1.19, там ты также найдешь третью вещь, о которой он должен был писать. те вещи, которые будут, произойдут после этого. То есть, то, что случится или произойдет после того времени, которое сейчас, после настоящего времени. вторая вещь, которому ему было повелено написать, это касалось тех вещей, которые сейчас, которые есть сейчас. И третья вещь, о которой было повелено ему написать, это касалось тех вещей, которые должны прийти в будущем. После этого, и это в точности то, как начинается 4 глава. Если ты откроешь 4 главу, после этого, после этих вещей я взглянул, и вот дверь открыта на небе. И прежний голос, первый голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда, и я покажу тебе те вещи, которые должны произойти, случиться. После этого это те же самые слова, которые ты находишь в Откровении 1.19, первая глава. Во-первых, ты напиши то, что ты видел, это было видение Иисуса. Потом напиши о том, что касается того времени, в котором мы сейчас, и после этого напиши о тех вещах, которые придут после этого. И с 4 главы это время уже представлено. Итак, 4 и 5 главы они говорят о том, что случилось на небе после этого века. И в 6 главе ты видишь, как вещи начали происходить после этого на земле. теперь, те вещи, которые произойдут после этого, это те вещи, которые будут случаться в 27 стихе 9 главы Даниила. Те вещи, которые еще не начали происходить, случаться, те вещи, когда этот князь Антихрист заключит завет с народом еврейским. То есть, то время, которое мы называем скорбь. Вы здесь? И сейчас позвольте дать мне просто 4 типа, 4 типа, как разные личные люди поняли или понимали книгу Откровения. через всю историю церкви. Первый тип истолкования, первый тип истолкования это то, что английский называет претеризм. Истолкование претериста. Претериста. И они думают, что книга говорит о том времени, в котором она написана, что там говорится о борьбе за выживание, которое христиане имели приблизительно в районе 90-го года после Христа. И все, что ты читаешь в книге Откровения, это имеет отношение к империям того века. И может быть, есть какая-то связь с этим, но мы не верим в это истолкование. Второе истолкование это историческое истолкование, которое подразумевает, что книга Откровения, она говорит о различных таких шагах в истории Церкви самого первого века, весь этот путь до возвращения Иисуса Христа. И, возможно, многие из вас вы до сих пор, может быть, верите в это истолкование, но я в действительности, в реальности не делаю этого, не верю так. Поэтому я также это отодвигаю. Это истолкование вызвало очень много смущения в том, как понимать книгу Откровения. Потому что ты смешиваешь те вещи друг с другом, которые не должны быть смешаны. Третье истолкование называется футуристы истолкование футуристов или истолкование эстхатологии. Этим они подразумевают, что эта книга говорит только о том, что произойдет в последнее время. футуристы истолкование 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 которое я предпочитаю. Большинство, большая часть книги лучше всего будет истолкована именно таким образом, с шестой главы, то есть, начиная. Аминь. истолкование истолкование современных теологов, современных богословов о книге Откровения. Это называется символическое истолкование. И оно говорит, что это в действительности это сказка. Ничего же не произошло и ничего не случится. это просто такая приятная хорошая история, чтобы так назидать вас. Так мы не верим в это вообще. Аминь. Но я хочу, чтобы вы понимали эти три пункта, что эта книга состоит из трех частей Откровение об Иисусе как о царе царей, который посажен по правую руку отца. И потом вторая и третья главы, они говорят о веке церкви. Поэтому там ты находишь послание к церквям. но с четвертой главы там говорится о том времени, которое придет после того. И это есть последняя неделя из семидесяти недель книги Даниила, которая называется «Скорб», которая начнется с Антихриста, как он заключит завет с израильским народом, евреями. Вы здесь? Итак, с четвертой главы там ты никогда уже не находишь церковь на земле. Если ты видишь церковь, ты видишь ее уже на небе. И это то, чему мы учили вчера, что чтобы последняя неделя книга Даниила смогла прийти, и для этого церковь должна быть восхищена, поднято, взято на небо, потому что время церкви должно закончиться, время этого промежутка должно остановиться перед тем, как 27 стих сможет прийти, сможет исполниться, перед тем, как Антихрист сможет прийти, и скорбь также сможет прийти. Халлелуя! Слава Богу! Вы здесь? Вы звучите так тихо, так молчаливые такие. Халлелуя! Итак, позвольте мне просто закончить этот урок сейчас следующим. Причина, почему существует так много смущения, конфузий, когда люди читают книгу Откровения, причина такова, что они смешивают все эти различные века, разные времена, и они говорят о веке церкви, тогда, когда книга говорит о последней неделе книги Данила, и не существует этой смеси, этой микстуры между церковью и временем евреев, иудеев. Нет смеси между временем язычников и евреев. мы здесь, по крайней мере, в этом пророчестве. И поэтому, когда люди ставят церковь в последнюю часть книги Откровения, ты получаешь такую смесь, перемешку в структуре, и когда люди говорят, что мы находимся в том-то и там-то, в этой чаше гнева там, и мы находимся там на шестой или на седьмой там трубы или что-то было. Этим, ты получаешь смесь, ты запутываешься, потому что это время еще не пришло. и я покажу вам, почему оно еще не пришло на следующем уроке. Но ты должен понять, что если ты смешиваешь эти века, эти времена и используешь послание к церкви для истолкования последнего времени или используешь послание о последнем времени чтобы истолковывать время церкви, тогда ты получаешь абсолютное смущение, конфузию, и ты тогда не знаешь, о чем же он здесь говорит. Но если ты научишься, узнаешь, как делать разницу, различать эти два разных века времени, тогда ты будешь способен понять все вещи сам, сам, и Святой Дух сможет открыть Писание для тебя. И ты увидишь, да, о, теперь я понимаю, туман рассеялся, я могу видеть теперь. Даже, ты знаешь, если учитель и не сказал этого, я вижу это, потому что у меня теперь есть структура, которая дает мне понимание вещей. И весь народ сказал, Аминь. И возьмем перерыв пять минут сейчас. После этого, и это точности, то, как начинается четвертая глава, если ты откроешь четвертую главу. После этого, после этих вещей, я взглянул, и вот, дверь открыта на небе. И прежний голос, первый голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда, и я покажу тебе те вещи, которые должны произойти, случиться. после этого. Итак, заметьте эти слова, те вещи, которые должны произойти после этого. Это те же самые слова, которые ты находишь в Откровении 1.19, первая глава. Во-первых, ты напиши то, что ты видел, это было видение Иисуса. Потом напиши о том, что касается того времени, в котором мы сейчас, и после этого напиши о тех вещах, которые придут после этого. И с четвертой главы это время уже представлено. Итак, четвертой и пятой главы они говорят о том, что случилось. Было такое ударение на крики в духовной брани, потому что народ Божий им нужно было научиться, как быть сильным в брани, сильным и громким таким глазом, кличем. Но то, что вы переживаете в последней неделе, как я, как я думал, как я слышал, когда была Мэри Элис и Бобби Джин, и теперь на этой неделе, эти громкие крики, сильным голосом не в брани сейчас, но в хвале Богу. И Бог хочет, чтобы ты понял, что тебе нужно быть таким же сильным, прославляя Его, как ты являешься сильным в брани. Аминь? Потому что тебе нужно делать все с таким сильным сердцем и с сильным, подчеркиваемым, или ударением и сильным голосом. Потому что, если ты делаешь это от всего своего сердца, тогда сила Божья будет освобождена против дьявола и для Бога. и это будет освобождать чудеса и такого рода вещи, чего мы все так сильно хотим. Не так ли? Да? Итак, не уставай от криков, не уставай кричать. Просто продолжай кричать, но знай разницу. Когда ты славишь Бога, кричи от радости. Ты же не сердишься, не злишься на Бога. Ты полон радости. И ты силен в радости. И ты радуешься от всех своих сил. И потом, когда это звучит так, как это звучало вчера вечером. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, будьте сильны во всем, что бы вы ни делали. В ходатайстве будь сильным. В духовной броне будь сильным. В прославлении и поклонении будь сильным. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Благословляю вас! Аллилуйя! И давайте откроем пятую главу книги Откровения. Я хочу показать вам, как я знаю, откуда я знаю, что время этого остатка, последней части книги Откровения, что это время еще не началось, и что ты не можешь смешивать, примешивать церковь церковь к тому, что происходит после шестой главы в книге Откровения. До девятнадцатой главы. Кто из вас заметил, что... Кто из вас вообще никогда не читал книгу Откровения? Хорошо. Это значит, что каждый читал книгу Откровения. А заметил ли ты, что существует разница в способности понимания этой книги в первой главе все так чудесно, во второй и третьей главе ты понимаешь все очень хорошо, но в пятой, в четвертой и пятой главе это становится немножко так сложнее, немножко так туманнее, какие-то странные существа на небе и ты даже в действительности не знаешь, как себе даже вообразить, представить их. И потом в шестой главе ты все отпал, ну... И ты не понимаешь вообще ничего и все становится хуже и хуже это. И ты не понимаешь, что же это обозначает. все там эти язвы или отвратительные вещи ужасные, которые приходят на мир. Это что, я, что ли? Может быть, я этот свидетель. Ты знаешь, иногда люди подходят ко мне и говорят, я... нас двое, мы два, два человека пришли в славу жизни и сказали, мы эти два свидетеля. Я сказал, идите домой. домой. Но потом, когда ты доходишь до 19 главы, вы заметили, что потом ты опять возвращаешься обратно. Да? Правда, было так? И посередине 19 главы вот идет Иисус и ты опять там. У-у-у! Теперь я понимаю. А-а-а! Я знаю Его, Иисуса. Добро пожаловать, Иисус. Аминь. И тогда там говорится о небе и о тысячелетнем царстве. И это намного легче понимать. А знаешь, почему? Потому что ты находишься там и ты находишься в этой книге до 4 главы. Потом там уже не говорится дальше о тебе до 19 главы, когда Иисус возвращается вместе со всеми Своими святыми, которые были восхищены до этого. И теперь Он возвращается вместе с Вами. И знаете, почему вы понимаете 19 главу, но не то, что было до этого? Потому что опять в этой главе говорит о вас. Аллилуйя! Слава Богу! Это причина почему у тебя такое странное ощущение там посередине этой книги. Я не понимаю этого. Я скажу вам почему. Потому что это запечатано и это не может быть понято до тех пор, пока печать не будет сломана. Аминь! Теперь в 5 главе Откровение 5 глава и мы читаем 8 стиха, 8, 9 и 10 стихи. Когда он взял этот книжный свиток, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнесом. У каждого была арфа и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И они пели новую песню, говорят, ты достоин взять этот книжный свиток и снять с него печати. Почеркни открыть печати, снять печати, ибо ты был убит заклан и кровью свою искупил нас Богу из каждого колена и языка и нации и сделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле. Здесь мы видим, что никто не мог открыть эти печати, снять печати, кроме Агнца Божьего. И вы знаете, что весь остаток, что идет дальше в книге Откровения, все говорит об открытии этих печати, о снятии печатей. Каждая там чаша и все то, что происходит там, это часть этих семи печатей. Итак, книга Откровения, она есть открытие или снятие печатей, но они еще не открыты, еще не сняты. Они будут сняты, открыты Иисусом Христом, когда время, когда век церкви закончатся. И последний стих 9 главы Даниила начнет случаться, происходить. И давайте откроем Даниила и посмотрим, увидим там печати. Потому что печати были закрыты, запечатаны в книге Даниила. 8 глава 26 стих начинается с этого. Даниил 8, 26. Вот видение одной из видений, но это важное видение, которое было дано Гавриилам относительно последнего времени. 26 стих Даниила 8. Мы читаем видение уже о вечере и утре, о котором рассказано оно истинное. Поэтому ты запечатай ангельская Библия, запечатай, поставь печати на это видение, закрой его, ибо оно относится к отдаленным временам, ко многим дням в будущем. Запечатай это видение, потому что оно относится к будущему, к далекому будущему. И потом, если ты откроешь 12 главу, мы читаем в 4 стихе Даниила 12, 4. Ты, Даниил, сокрой эти слова и запечатай книгу эту до последнего времени. Даниил 12, 4. И вы видите, еще опять, сокрой слова этого видения до последнего времени, до последнего времени. Тогда, после этого, они будут открыты, откроются. Вы здесь? и вы имеете это еще раз также в... я не нахожу этого больше на... в 9 стихе. И отвечала, говоря, «Иди своим путем, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны эти слова до последнего времени». Что значит печать запечатана? Исайя 29, 11. Там у вас есть ответ. Исайя 29, 11. 29 глава, Исайя 11, и стих. Исайя 29, 11. Здесь вы видите, как действуют эти печати. Исайя 29, 11. Все видение... Помните, Даниилу надо было закрыть это видение печатями, запечатать. Теперь... Все видение... английский... Все видение стало для тебя, как слова в запечатанной книге, которые человек подает тому, кто умеет читать и говорит, прочитай ее. Но тот говорит, не могу, потому что она запечатана. После этого передают книгу тому, кто читать не умеет и говорят, прочитай ее. И он говорит, я не умею читать. Я не могу читать. Итак, как же действуют эти печати? Если ты не можешь, не умеешь читать, это очевидно тогда. Я даю тебе книгу и говорю, читай ее. А ты говоришь, мне даже не нужно ее открывать, потому что это совершенно не важно. Я не умею читать. И слова, которые там... Даже если я открою эту книгу, я вижу буквы, но я не понимаю, что я вижу, потому что я не умею читать. И с таким же успехом я мог бы и не делать даже этого. Это запечатано. Слово, послание, то, что написано в этой книге, запечатано для меня, оно не может дойти до меня. Или, если ты даешь книгу тому, который умеет читать, ты даешь книгу ему и говоришь, открывай книгу и читай ее. Ты не можешь открыть ее, потому что она заперта. Здесь замок. У маленьких девочек, например, есть книжка, дневник. Они каждый день ведут дневник, и у них замок на нем с таким сердечком. У вас была когда-нибудь такая книжка для записи? Дневник. Нет, у эстонских девочек нет такого. Но в Швеции у них есть книга их секретов, их тайн, и есть замок на этой книжке. Она запирается, и тебе даже не нужно открывать ее, ты не можешь открыть, потому что она заперта. Слово, послание, то, что там, это не для тебя. Но это из сердца девочки в книгу, в книге. Я пишу эти слова тебе, моя книжка. о моем друге. Никому другому не нужно слышать об этом. Книга запечатана. Даже если ты мог бы прочитать, но это не для тебя. Это то, что обозначает печать. Это так, что ты не можешь читать. Даже если ты видишь это, ты не можешь читать это. Или если ты читаешь это, ты не можешь понимать этого. это закодировано. Значит, ты не можешь понять этого. И это то, что Агнид Божий может разрушить и сломать эти печати. Он может открыть печати и открыть смысл и значение этой книги. И он делает это в шестой главе книги Откровения. Это значит, что он еще не делал этого. Он сделает это, когда придет последнее время. Он открывает эти печати, ломает печати. Открывает последнее время. Последние дни перед возвращением Иисуса Христа. Аминь. Халлилуйя. Итак, в шестой главе книги Откровения мы читаем первое стих. «И я видел, когда Агнид открыл первую из семи печатей, и я услышал, как одно из четырех этих творений говорило громовым голосом, «Иди и смотри». Итак, некоторые люди говорят, что второй стих говорит, «Я взглянул, и вот, смотри, белый конь, и на нем сидит всадник, у которого был лук, и был дан ему венец или корона, и он вышел, как победоносный, чтобы победить». Теперь некоторые люди говорят, что потому что этот всадник на белой лошади это Иисус Христос, потому что он сидит на белом коне. Но это не может быть Иисус Христос, потому что он тот, который открывает печать. Он не впрыгнул так выпрыгнул откуда. Он не мог выпрыгнуть из книги после того, как эту книгу было открыто, потому что он сам открывал эту книгу. И этот всадник, он идет в начале, в самом начале первой, последней недели книги Даниила. И Иисус Христос, он не придет в начале скорби. Вы знаете, кто придет в начале скорби? Это будет антихрист, который будет побежден Иисусом Христом, который придет в кранце скорби в 19-й главе. Теперь белый конь это не доказательство того, что это Иисус Христос. Потому что я читал в газетах как как же вы звали в Ираке кто там? Саддам Хусейн. Он тоже едет на белом коне, едет на белой лошаде. И его фотографируют, есть его фотографии, как он въезжает в ново отстроенный город Вавилон на белом коне под этой картиной старого Навуходоносора. И этим самым он говорит я потомок Навуходоносора. И я знаю, что у него так же все в порядке с духом Навуходоносора. Я уверен в этом. Дух Антихриста. Итак, он едет на белой лошади. Это не показывает совсем, что он Мессия. Это более показывает, что он Антихрист. Я не сказал, что он этот Антихрист. Он просто один из них. Потому что, когда ты читаешь об Антихристе, единственное место, где ты найдешь слово Антихрист, это первое послание Иоанна. Я не знаю, найду ли я его сейчас в этой Библии. Но там сказано что? Что, 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 что? Первое Иоанна, четвертая глава. Четвертая глава, третий стих. Всякий дух, который не исповедует, что Иисус Христос пришел по плоти, он не ест от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь он уже в мире. Моя шведская Библия более ясно объясняет, более четко говорит, что дух Антихриста, он сейчас уже двигается в мире, действует. он всегда это делал. И что было много Антихристов, потому что многие люди, они ходят и действуют в этом духе. Но этот человек погибли, это будет финальный, окончательный человек. Это будет инкарнация дьявола, инкарнированный дьявол, или так, воплощенный дьявол, и дух Антихриста. Точно так же, как Иисус, это есть инкарнированный или воплощенный Бог и Святой Дух. Но Антихрист, конечно, он намного меньше по своей силе, но придет Антихрист. Но когда ты говоришь о Гитлере и о Сталине, о Нероне, о всех этих императорах, на выходе Носер или Саддам Хусейн, они все несут или носили этот дух Антихриста. И они так же, как бы, ну, Антихристы, но не тот Антихрист, который придет и начнет последнюю неделю Даниила, тот князь, который должен прийти. Вы понимаете это? Это действительность в реальности. Слово Антихрист, ты находишь его только в первом послании Иоанна. Вы здесь? Хорошо. Теперь давайте я посмотрю, как я все это сделаю. Хорошо, давайте Откроем Матфея, 24-я глава. Спасибо тебе, Иисус, за повозание. Халлелуя. Халлелуя. Матфея, 24-я глава. Матфея, 24-я глава. И вышел, Иисус ишел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Первый стих. Иисус же сказал им, «Видите вы все это, все вещи истинно, я говорю вам, не останется здесь, камня на камне, все будет разрушено». Когда же Он посидел на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спустили, «Скажи нам, когда эти вещи будут и какой будет признак или знамение Твоего происшествия и кончины века?» Третий стих. Теперь то, о чем говорил здесь Иисус, Он говорил о грядущем разрушении Иерусалима и о разрушении храма, когда камня не останется на камне, но все будет разрушено и испровергнуто. И они спросили Его, «Расскажи нам, когда эти вещи будут?» Итак, когда Иисус учит этому, это было примерно где-то в области 30-го года после его рождения, они еще тогда находились в 26-м стихе Даниила. Мессия еще не был убит, и Иерусалим еще не разрушен был. 40 лет должно было пройти после этого, когда Иерусалим будет разрушен. Вы понимаете это? Аминь. Итак, Иисус ответил и сказал им, «Пусть никто не обольстит вас, берегитесь, потому что многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих присяд или обольстят или обманут. И вы услышите о войнах и о военных слухах, слухах о войнах. Смотрите, я уже сайт, потому что надлежит всему этому быть, сбыться, но это еще не конец. «Ибо восстанет нация на нацию, народ на народ и царство против царства и будут голод, язвы, эпидемии и землетрясения по местам». Все это начало болезни, печали, о скорби. Это говорит о последней неделе Даниила, 27 стих. Теперь помните, ученики не могли видеть те 2000 лет, которые лежали в промежутке между 26 и 27 стихами Даниила 9 главы. Они видели вовременную секвенцию пропозиции. Они видели немедленное такое продолжение последовательность пророчества. Поэтому они перешли прямо с 26 стиха в эти печали в 27 стихе в эти скорби. И это все начало болезни, начало печалей. тогда 9 стихе они будут предавать вас на мучения и убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами, всеми нациями за имя Мое. И тогда многие соблазнятся и будут предавать друг друга и возненавидят друг друга. тогда многие же пророки поднимутся и обольстят обманут многих и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но тот, кто вытерпит до конца он спасется. И это Евангелие Царствия будет проповедана по всему миру как свидетельство всем нациям, народам и тогда придет конец. Теперь с точки зрения во взгляде Иисуса и Его учеников даже хотя Иисус знал о двух тысячах лет которые лежат впереди он не говорил этого не сказал об этом потому что Павел сказал это не было высказано до тех пор пока апостолы и пророки не начали говорить Евангелие тайну Иисуса Христа. Итак ты видишь все те гонения о которых здесь говорится он говорит это в 27 стих но это также покрывает все время которое лежит в промежутке том вы понимаете это? это также покрывает и всю нацистскую Германию это покрывает охватывает и также средневековье и это охватывает все гонения которые были против евреев в течение всех веков и это переходит в 27 стих и в 14 стихе мы читаем и это Евангелие царствия будет проповедана по всему миру всем нациям народам и тогда конец придет и это в точности то что мы видим прямо сейчас мы видим просто такую не то что ненормальную необычную силу проповедования Иисуса Христа по всем нациям во всех народах Евангелие проповедуется и в России и в бывшем Советском Союзе таким образом какого никогда не было в истории раньше русская православная церковь она не проповедовала Евангелие Христова они просто держали людей в религиозном рабстве но не для избавления в Иисусе Христе Халлелуя и мы видим как Евангелие идет и как мы приближаемся с Евангелем к Китаю и Евангелие также распространяется по Европе идет в Африку и в Азию мы видим пробуждение по всей земле Евангелие проповедуется по земле как никогда раньше но еще больше мы знаем что Евангелие будет проповедоваться и в течение времени скорби очень сильным образом подумай об этом такого рода пробуждением это будет когда вся церковь восхищена взята все люди которые слышали слово вдруг увидели что это была правда подумайте о такого рода пробуждении по всему миру аминь потому что будет 144 тысячи еврейских проповедников проповедников евреев служителей Господа которые будут идти по миру и проповедовать Евангелие Иисуса Христа и потом придет конец халлелуя слава Богу 144 тысячи служителей это не свидетели Иеговы книга Откровения говорит что они из 12 колен Иакова аминь халлелуя держи свой палец здесь и открывай книгу Откровения 7 глава 3 стих Откровения 7-3 Не делай вреда ни земле ни море ни деревам доколе не положим печати на челах или на лдах служителей Бога нашего и я слышал и я слышал число запечатленных запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов израилевых 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 и я слышал они были запечатаны они были запечатаны это не язычники это были евреи из 12 колен израилевых вы слышите меня и так не позволяйте свидетелям Иеговы забрать это право себе у них нет права быть этими свидетелями вы здесь они эти 144 тысячи это верующие евреи которые пойдут и будут служить Богу и проповедовать Евангелие и дальше в той же самой главе мы видим тех людей которые спаслись через их слово через их послание в 9 стихе мы видим после этих вещей я взглянул и вот великая толпа великое множество людей которого никто не мог бы посчитать из всех племен и колен и народов и языков стояла перед престолом перед троном это язычники которые были восхищены они стоят на небе около престола и потом мы видим в 14 стихе это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убилили одежды свои кровью агрица и мы читаем там что они пришли или вышли из великой скорби это не были те которые были восхищены это не были те которые были восхищены мы знаем мы знаем что это середина того периода в 7 лет последней недели Даниила некоторые люди говорят что скорбь начинается отсюда Библия говорит что это будет великой скорби скорбью и не важно и не важно как ты назовешь это но это придет посередине последней недели Даниила что мы обычно называем скорбью но середины этой скорби будет великая скорбь почему я покажу вам мы вернемся Даниила 9 глава вы со мною некоторые из вас вы со мною 27 стих Даниила 9 27 и он заключит завет для многих на одну неделю это первая часть последней недели Даниила что мы называем скорбью это будет чудесное время для Израиля этот князь который в 6 главе приехал на белой лошади в книге Откровения 6 глава он приехал чтобы победить чтобы быть победителем и он заключит завет мира с Израилем и вы знаете что чего хочет Израиль сегодня больше чем чего-либо другого он хочет того чтобы их соседи заключили мир с ними примирились они так устали от войны они имели ничего другого но только война с того времени как нация была утверждена заново образована и когда ты говоришь с ними ты знаешь мы как шведы мы приезжаем и говорим вы должны воевать со своими врагами и они говорят мы так устали от сражений мы хотим мира и мы говорим вы не должны отдавать эти золотые высоты вы должны сохранять их для своей защиты иначе они будут стрелять оттуда с этих высот голодов золотых высот на Тиберию как они делали тогда когда это было в их руках раньше вам нужна безопасность служба безопасности чтобы защищать себя но они говорят да мы знаем но мы хотим мира если мы отдадим эти высоты голодов золотые высоты тогда мы можем иметь мир с ними нет они не будут иметь мира этим их враги они всегда будут враги им но они желают заплатить что угодно за мир кто-то слышал кто-то сказал что я готов заключить завет самим дьяволом если он даст нам мир с соседями они хотят мира и это в точности то что и произойдет что случится князь который должен прийти это человек греха человек погибели он заключит завет народом израильским и в конце концов финально наконец-то они примут получат тот мир к которому они стремились и лежали такое долгое время это будет чудесным временем и они будут счастливыми они даже получат возможность восстановить построить заново третий храм и они начнут опять приносить жертвы там и там будут они будут такими мирными в таком мире и такими счастливыми первой части этой скорби потому что антихрист заключил заветственными но потом ты можешь читать 27 стих посередине половине этой недели спустя три с половиной года то есть прекратится жертва и приношение вот почему мы знаем что за первую половину скорби они построят храм потому что согласно еврейскому иудейскому закону не может быть никаких жертв кроме как только в храме в синагогах нет жертв есть только одно место во всем мире где им надо приносить жертвы это в храме и так если антихрист положит конец жертвам значит там должен быть храм построенный за первую половину скорби за последнюю неделю Даниила и так в половине на середине на половине периода семи лет антихрист внезапно вдруг разрушит этот завет и начнется очень тяжелое трудное время для этой нации он будет делать так как делалось во втором веке до Христа когда Антиохис Атифанус поставил там свинью в храме чтобы приносить жертвы это было нечистое животное и это просто мерзость для евреев чтобы такое было в храме после этого они должны были очищать храм и удалить всю там мебель всю обстановку в храме потому что они осквернились через эту свинью вот здесь но это произойдет еще раз однажды и когда такое случится в течение той скорби тогда великая скорбь начнется и будет продолжаться это худшее время скорби и возвращаемся Матфея 24 и прочитаем об этом Иисус пророчествует об этом Матфея 24 Матфея 24 21 И тогда будет великая скорбь каковой не было от начала мира до ныне и не будет такой и если бы не сократились эти дни никакая бы плоть не спаслась но ради избранных те дни укоротятся сократятся тогда если кто-либо скажет вам вот смотрите здесь Христос или там не верите 24 ибо лжехристы и лжепророки поднимутся восстанут и покажут великие знамения чудеса чтобы обольстить или обмануть если возможно даже и избранных смотри вот я наперед сказал вам об этом поэтому если они скажут вам посмотрите вот он здесь в пустыне не выходите туда или смотрите вот там в потаенных комнатах не верьте этому потому что как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада таким же будет и пришествие сына человеческого ибо где будет труп там соберутся орлы 29 стих и вдруг после скорби тех дней солнце померкнет и луна не будет давать своего света и звезды упадут с неба и силы небесные поколеблются тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда все племена земные вас плачут будут рыдать и они увидят сына человеческого грядущего на облаках небесной силой и великой славой и он пошлет своих ангелов трубой громогласную и они соберут избранных его от четырех ветров от одного края небес до другого 31 стих остается и все и знакомые и и к за всю д и Это будет чудесное время для израильского народа, и после этого времени Антихрист нарушит или разобьет завет мира, и великая скорбь начнется со многими гонениями и с великим судом над всем миром. Но после этой скорби, тогда Сын Человеческий придет, чтобы восстановить Царство Мессии, Мессианское Царство. Аллилуйя! Слава Богу! Теперь давайте откроем книгу Откровения, 12 глава. 12 глава Откровения. Это время во время скорби, время скорби, что мы называем середина скорби или, да, середина скорби. В 12 главе мы видим начало великой скорби. Это вторая половина недели Данила. И мы видим третий стих. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадиму. Откровение, 12-3. Его хвост увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон этот стал перед женщиной, которая надлежала родить, чтобы когда она родит, пожрать ее младенца. Она родила младенца мужского пола, которому надлежит почти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Здесь говорится о 144 тысячах свидетелей Евангелия, которые будут восхищены уже в другом восхищении, чтобы дракон не смог взять их. Потому что у них была эта печать на лбу. Потом женщина убежала в пустыню. Это жена или женщина. Это остаток еврейского народа, народа израильского. Она убежала в пустыню, где подготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там, кормили 1260 дней. И чудесно увидеть, как евреи все еще имеют путь, как им избежать в то время. Это не будет другое, только последнее решение, которое Гитлер попытался сделать. Бог сделает путь для них, как им избежать. Оттуда и в пустыню. К восток реки Иордан и Мертвое море. К востоку. Если держишь свой палец здесь и откроешь Даниила, 11 главу. Даниила, 11 глава. И многие области, страны пострадают. И здесь говорится о Бантихристе. Но вот эти, кто спасутся и избегут из его руки. Едам, Моав и большая часть нов Омоновых. Это Даниил, 11, 41. Есть несколько мест Писаний, которые говорят об этом избежании, как они избегут Сафония, Иеремия и Исаия. И здесь говорится об Едоме, Моаве и также части Омона. Что Антихрист не схватит их, не удержит их. Но там будет место для свободы, для израильского народа, для евреев, чтобы они избежали в течение того времени великой скорби. Если мы продолжим, 12 главе Откровения, 7 стих. Откровение 12. «И вспыхнула война на небе». Михаил, это не Горбачев. Это Михаил, князь над Израилем. Михаил и его ангелы воевали против дракона, и дракон и его ангелы воевали против них. Но они не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И великий дракон был изгнан, извержен. Древний змей, называемый дьяволом и сатаной, который обманывал весь мир. Он был извержен на землю, и все ангелы его извержены с ним. Теперь причина, почему скорбь становится великой в своей последней части, причина такова, что это будет временем, когда дьявол и его ангелы будут сброшены, не извергнуты или изгнаны на землю. Дьявол сейчас не сброшен, не изгнан на землю. Он не был изгнан на землю, когда он пал. Он пал со своей позиции, когда он был ангелом Божьим. И он стал... Он упал со своей позиции в Боге. Но сейчас он упадет или опустится до земли, как никогда раньше. И это создаст и сделает то время худшим временем, которое когда-либо вообще было. По всему миру, не только в Израиле, но это будет временем суда для всего мира. Вы здесь? Итак, именно эта причина, почему в мире становится так накаленно. Аминь. И для этого Иисус также спускается в девятнадцатой главе, приходит. Мы видим, как Иисус приходит вместе со всеми своими святыми. И Он разбивает всю оппозицию против Израиля и Христа. Он изгоняет Антихриста, сбрасывает его в ад, и Сатана будет связан тысячу лет, до тех пор, пока он не будет освобожден на короткое время. И мы будем говорить больше об этом на следующем уроке, в следующий час. Сейчас берем отдых, два часа. Халлелюя. Как же мне это сделать? Чтобы дать вам все за один час. И чтобы у меня не было времени, чего дать вам. Ой-ой-ой. Теперь позвольте мне просто сказать несколько вещей об Антихристе, кое-что. Это важно для вас понять, что Антихрист, он больше, чем человек. Антихрист – это вся политическая система. Если ты открыл книгу Откровения, тринадцатую главу. Одиннадцатый стих. Откровение 13, 11. Я увидел другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. И он действует предим со всею властью первого зверя. В его присутствии. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелилась. И он творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю в глазах людей, перед глазами людей. И он обольшает живущих на земле этими чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, говоря о живущем на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жив. В этой главе мы видим двух зверей. Два зверя. Этот зверь, о котором мы читаем здесь, с 11 стиха, это зверь, который выходит из земли, поднимается из земли. Это обозначает что-то земное существо. Это земной человек. Если подержишь свой палец здесь и откроешь Псалом, я думаю, это 10-18, это в английском, сейчас посмотрим, как в русском. В русской Библии это 9-й Псалом, 39-й стих. Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Земной человек. И это пророчество, которое касается Божьего триумфа над злом. Псалом, 9-39. И здесь говорится об угнетателе. Это другое имя Антихриста. Чтобы человек на земле, земной человек, не угнетал бы больше в английской Библии. Если ты вернешься потом к Откровению, Откровение 13.11. Я видел, как этот другой зверь выходил из земли. В начале этой главы, ты видишь первого зверя, который не тот же самый зверь, который исходит из земли. Но этот зверь, он исходит из моря. И книга Откровения, ее надо истолковывать аккуратно, точно. Она не истолковывается символично. Если книга Откровения, если, конечно, она не говорит сама, что это символизирует что-то. И книга Откровения говорит, что море символизирует людей или народ. Нации. Языки. Море людей. Итак, этот зверь, он выходит из нации. И это тот зверь, который имел раны. Как будто бы он был убит. Но который опять ожил. И прочитаем 13 главу. Я видел зверя. Выходящего из моря. Который имел 7 голов и 10 рогов. На всех его рогах было 10, за 1 или 10 венцов. И на головах его имена богохульные. И зверь, которого я видел, он был как подобен леопарду. Ноги у него, как у медведя. Пасть у него, как пасть у льва. И дракон дал ему силу свою и свой престол и великую власть. И дракон – это дьявол, который стоит на морском берегу. И из моря выходит эта дверь. И он выглядит так, что у него 7 голов. И он выглядит так, как леопард, медведь и лев вместе. Теперь, у нас нет времени сейчас возвращаться к Даниилу. Тогда бы это удержало нас еще на одну неделю. Но во всех видениях в Данииле говорится о льве, о леопарде, о медведе. И о льве, о льве, о льве, о льве, о льве. С различными рогами. И все эти видения говорят о нациях. И здесь леопард – это символ Греции. Медведь – это Персия. И лев – это Вавилон. Теперь в книге Даниила ты видишь все время эти нации. Даниил, книга Даниила, начинается с Вавилона и Новоходоносора. Потому что это та империя, которая действовала в его время. После Вавилона идет Персия, приходит Персия, как империя мира. И после Персии приходит Греция, как мировая империя. И после Греции идет Рим, Римская империя, мировая империя. Но мы также имели еще империи, которые были до Вавилона. Империя до Вавилона – это была Сирия. А империя перед Сирией – это был Египет. И это составляет шесть империй. Правильно? Это шесть голов. Теперь этот зверь, он состоит из семи голов. Но мы приближаемся к седьмой голове. Теперь эти нации – это зверь. И у тебя есть эта картинка, как будто много зверей. Но эти звери, они связаны, они имеют какое-то отношение к Израилю. Как враги Израиля. Первая империя, которая подчинила Израиль в рабство – это был Египет. Сразу же после того, как Авраам принял повеление от Бога идти и образовать нацию. И по причине голода, этот народ, его народ, они пошли в Египет. И там они были в плену. Они вышли из Египта. И через пару сотен лет они были взяты в плен сирианами. Сирианами. И Ассирия взяла Израиль в тот плен, из которого они никогда и не вернулись. После Ассирии, спустя сто лет, Вавилон взял в плен Израиль. И иудейскую сторону забрал в плен. Спустя семьдесят лет они вернулись из того плена. Но после Вавилона Персия пришла как империя, которая правила Израилем и держала народ в плену и рабстве. После Персии пришел Александр Великий и сделал Грецию мировой империей. Опять взяв Израиль в рабство. И после Греции пришел Рим и это была та империя, которая была во время Иисуса порабощающая Израиль. Вы здесь? Сколько это было империй? Должно быть шесть. Было шесть? Вы посчитали? Хорошо. Тогда я ничего не забыл. И что вы видите здесь? Это все это политическое окружение, окружающая среда Израиля, все эти нации, которые шли против Израиля все время, все время, с тех пор, как Авраам пришел в Израиль. И это очень интересно видеть, что сегодня точно те же нации, они сегодня враги Израиля. Они не воевали с Израилем, когда было это то время, промежуток этот. Их не волновал Израиль, они не заботились о нем. Примерно 2000 лет это диаспоры, рассеяние во времени века церкви. Никто не хотел жить в Иерусалиме. Это был такой опустошенный город. Земля была одни болота и пустыни. Леса были вырублены. И это было разрушено также теми овцами, которые ходили там. Была опустошенная нация. Никто не хотел вообще ничего иметь общего с Израилем. До 1948 года. Тогда вдруг, внезапно, они опять заинтересовались этой нацией. И теперь каждый хочет туда переехать. И каждый хочет воевать за эту нацию, отвоевать ее. И это по причине того духа, который действует в тех областях. Князья и начальства, которые правят там. В книге Данила ты читаешь о князе Персидском, князь греческий, князь Греции и князь израильский. Есть эти князья в Поднебесье над каждой нацией. И неважно, кто царь, кто является царем, как они там себя называют. Они делают те же самые вещи. Князь над Россией не изменился, когда коммунизм пришел после царя. Коммунисты продолжали делать те же самые вещи, которые делал царь против народа, против людей. Посылая людей там в Сибирь и всякого такого рода вещи. управляя над людьми такой жестокой рукой, железным жезлом. Сталин был только новый царь, который называл себя коммунистом. Но реальный, настоящий правитель это был князь над Россией. Назвая его царь или Сталин, это абсолютно неважно. Он делал те же самые вещи. Таким же самым образом, и было неважно, было ли это Ассирия, Вавилон или Персия, которые атаковали Израиль. Князь был тот же самый, который шел против Израиля. Здесь ли вы? И князь греческий, потом позднее князь римский. Что это вся целиком политическая система, это и есть первый зверь. который выходит из моря людей. Здесь ли вы? Аминь. Итак, существует политическая система, которая атакует Израиль. И кажется так, что она умерла, когда Рим исчез. Как империя, в качестве империи, когда он исчез. Кажется, что это так упразднилось, ушло. Но теперь, когда люди смотрят на Европу, они начинают просто удивляться, изумляться, потому что выглядит так, что Рим опять поднимается. Он был мертвым, но выглядит похоже так, как будто он опять поднимается. И это есть то, что мы говорим об общем рынке. Что изумляет людей, это то, как в мире Европа может опять объединиться, стать объединенной под этим римским договором. Была такая бумага, которая была составлена в Риме, говорящая об общем рынке. Но я скажу, общий рынок это не есть зверь. Это только часть этого зверя. Есть больше, что придет. Западная часть Европы должна быть объединена с восточной частью Среднего Востока. И мы видим знамения, знаки этого, признаки. Мы видим, как турки и мусульмане приходят, чтобы взять Европу, захватить Европу. Есть много борьбы за это, что идет в Балканских государствах, бывшей Югославии. Она сейчас в жестокой войне, потому что идет война между мусульманами и христианами. И мусульмане, они хотят захватить эту нацию. Есть мусульмане из Саудовской Арабии и Ирана и Ирака, которые воюют в Югославии прямо сейчас. Потому что они зашли так далеко, были так далеко, как до Вены в веке предыдущем. Они были остановлены у Вены. и так они хотят иметь эту землю до сих пор. И мы видим, как поднимается римско-католическая церковь в Польше и так далее. Просто подожди и увидишь, что случится. Вы здесь? Но потом придет зверь из земли, поднимется зверь из земли, и он будет говорить во власти первого зверя. Точно так же, как президент Америки имеет власть над нацией, и он имеет голос, он голос нации. Нет ничего ведь странного в этом. И это будет так же естественно для второго зверя быть человеком, воплощающим власть всей империи, который стоит за ним. И он составит этого зверя, сделает в звере образ, который будет символом целой империи. Это всегда так делалось в империях. римская империя хотела, чтобы люди поклонялись картине или статуе его. Император, римский император хотел, чтобы народ поклонялся его статуе. Все императоры, они делали те же самые вещи. Небухадан Носер, он сделал свой образ или истукан, я думала, примерно 30 метров высоты он был. Он был очень большой этот истукан, и он хотел, чтобы люди, народ поклонялся этому изображению. Данил отказался и был брошен в ров, в яму. И так всегда были императоры, которые строили эти картины или образы, или изображения. И так этот зверь земной из земли, он сделает большой-большой образ, изображение, символизирующее эту зверскую политическую организацию. которая покроет империи от Египта и все это расстояние до Рима, все это пространство. Если ты посмотришь на карту, эта область, она идет даже от Индии по Среднему Востоку, над Турцией и вся Европа также, до Англии даже. и с севера Германии и настолько к югу до севера Африки, вся эта область Средиземного моря была покрыта этими империями. И это будет этим зверем, тот зверь, который поднимется опять, о котором каждый думал, что он был мертв, но он поднимется опять. и будет человек, которого мы называем Антихрист, который будет президентом этой империи, который сделает изображение или этот истукан или образ, символизирующий эту империю. И вы знаете из 2 главы Даниила Даниила 2, мы читали в начале недели это об истукании из золота, серебра, меди и железа. Вы помните это? Да. Это могло быть пророчеством, которое говорит об этом истукане, который построит этот Антихрист. Здесь ли вы? Вы что, в смущении? Вы просвещены? Да. Давайте откроем 17 главу тогда. Откровение 17. Девятый стих. Вот ум, имеющий мудрость. Откровение 17.9. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, женщина. Женщина, блудница в начале этой 17 главы это говорит не только о Риме. Некоторые люди, они видят в этом только римскую католическую церковь, как блудницу. Нет, она намного, намного больше. И эта церковь, римская католическая, она будет только частью блудницы. Блудница, это будет комбинация, составленная из всех религий мира, христиане, мусульмане, индуисты, и китайские также религии, и также примитивные религии от индейцев Южной Америки и так далее. И мы видим, как очень близко поднятие этой блудницы, ее появление. Это движение Нью Эйдж, которое комбинирует, составляет вместе всей религии мира. Они любят все религии, кроме одной. Той, которая верит, что Иисус есть Христос, который пришел во плоти. Потому что они не принимают того, что Христос есть земной человек Иисус. Поэтому они говорят много раз часто, как христиане. Но спроси их, верят ли они, что Иисус есть Христос, пришедший во плоти, который пролил свою кровь за твои грехи. Они дадут тебе странные ответы, чтобы избежать твоего вопроса. Потому что они ненавидят кровь. И когда они говорят о Христе, они говорят о сознании Христа, что пришло через всех просвещенных религиозных людей. Будда и Кришна, и Моисей, Моисей, Магомед, Иисус. Вы знаете, это все почти то же самое, что они говорят. Это не так. Но это блудница. И мы видим римскую католическую церковь, которая связана с этим. Мы видим греческую православную церковь и русскую православную, которые тоже связаны с этим. Я включил телевизор однажды вечером. И что же я там увидел? Я увидел. У меня не было... Я не включил звук так же, потому что я не понимаю по-русски. Но на русском телевидении у них была программа с гороскопами. Вы знаете, что это такое, да? И они показывали там все эти звездные картинки созвездия. И там была женщина в черном. На ней была шляпа. Она выглядела очень такой ученой и образованной. И я, как я предполагаю, она, наверное, пророчествовала о будущем людей. Подумайте об этом. Уже спустя только пару лет после падения коммунизма они позволяют колдуна сидеть на телевидении и проповедовать людям. Почему бы вам не остановить этого? Почему бы вам не противостать духу антихриста? Вы здесь? Да. Теперь это изблудница, комбинирующая, составляющая вместе все религии мира, комбинирующая их с так же политической целостностью Земли, единством. Есть сильное политическое движение за объединение заново всех наций. Нам нужно одно мировое правительство, один мировой лидер, чтобы спасти мир и вы здесь. Вы здесь? Это то движение, которое мы видим в мире прямо сейчас. И церковь, она единственная, кто противостоит, сопротивляется этому. Вот почему есть такое сопротивление против церкви, такое противостояние в каждом городе, в каждой нации. Но тот, который внутри тебя, он больше, чем тот, который в этом мире. Халлелуя! Халлелуя! Слава Богу! Это намного больше времени взяло, но мне надо продолжить. 17 глава Откровения. Десятый стих. И так же там семь царей, из которых пять пали. И помните, Иоанн пишет это в 95-м году после Христа. И в течение его времени пять царей пали. Египет, Ассирия, Вавилон, Персия и Греция. Египет, Ассирия, Вавилон и так далее. И потом он говорит, один есть. Это шестой, который есть. Римская империя, она правила в течение его времени. Вы здесь? А другой еще не пришел. А когда он придет, он будет пребывать недолго. Будет недолго. И здесь говорится об империи, которая придет после Римской империи. И мы знаем, что мы говорим о 26-м стихе в 9-й главе Даниила. И потом мы говорим о продолжении в 27-м стихе. В 26-м стихе это был римский народ, римские люди, римляне, которые разрушили Иерусалим. И в 27-м стихе это будет римский князь, который заключит завет с израильским народом. И это обозначает, что Рим он опять будет оживлен, оживет. И этот оживший Рим он будет седьмой головой. Аминь. И зверь, который был и которого нет, он есть сам восьмой. И из числа семи он и пойдет в погибель. Это говорит либо о личности зверя, человек-зверь, или это говорится о финальном окончательном единстве политической системе, как мы видели, здесь описывалось. С сердцем в Риме в этом. Некоторые люди говорят, что это Греция, в смысле ожившая греческая империя. Может быть так. Но то, что мы видим, что эти головы они это это история врагов израильских. Теперь та империя, она пойдет против Израиля. И когда Иисус придет обратно, когда Он вернется вместе со всеми Своими святыми, в Армагеддоне будет борьба, война, сражения против объединенных наций мира, которые идут против Израиля. Потому что Израиль это последняя нация, последний народ, которые не принимают, не соглашаются объединиться со всем оставшимся миром. Они никогда не отрекутся от своего призвания, от Бога, призвания быть нацией, быть народом и избранным Богом. И все остальные нации мира, народы, они согласятся с тем, чтобы объединиться, кроме Израиля. Потому что, если ты поговоришь с евреями, они знают, что они избранный народ. И они никогда не примут этого, не согласятся объединиться со всем оставшимся миром. Потому у них есть миссия, задача от Бога, поручение. Поэтому, точно так же, как и христиане, это причина, почему их ненавидят. Потому что они имеют призвание от Бога, которое идет против москвы мира, противопротиворечит. Хорошо, продолжим. теперь, то, что Иисус делает в 19 главе, Откровение 19, в конце 19 главы, 20 и 21 стихи, два последних стиха, мы видим, как зверь был схвачен, взят в плен, то есть, это политическая система, и лже-пророк с ним, который есть личность, или человек, антихрист, и мы видим, как они брошены живые в озеро огненное, а прочие из армий они были убиты мечом, который исходил из уст того, кто сидел на коне. И потом, в 20 стихе, мы видим, как дракон, дьявол, 2 стих, 20 глава, 2 стих, дракон, змей древний, который есть дьявол и сатана, он был связан, скован на тысячу лет, откровение 22 стих, и низверг его в бездну, бездомную даму, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не обманывал, не приличал уже нации, народы, до коли не окончится тысяча лет. Но после этого, после этих вещей, ему должно быть освобожденным на малое время. И когда он будет освобожден, 4, 5 и 6 стихи, 7 стих, после этого, после этого он будет освобожден. И вы должны себе представить, вообразить тысячелетнее царство, когда Иисус тысячу лет царствует из Иерусалима, а сатана связан, он не может двигаться, никто не может послушаться сатане, подчиняться ему, каждый должен подчиняться и послушаться Иисусу, он правит этим железным жезлом, и даже если им Иисус и не нравится, им надо подчиняться ему, послушаться его. Вы здесь? И правонародчество говорит, что это будет благословенное время. Вы знаете, сегодня происходит такое, что дети в очень маленьком возрасте умирают. И Исаия говорит, когда ребенок умрет рано в тысячелетнем царстве, если это будет рано, то это будет сто лет, ему будет сто лет. Это считается ранняя детская смерть в тысячелетнем царстве, в сто летнем возрасте. И народ, люди, они будут такими старыми, как деревья такого возраста. И мы знаем, что некоторые деревья, им может быть 700. в целом, которые они знают, что они знают, что они знают, знают, что они знают. Продолжение следует...